Здравствуйте! Хотелось бы рассказать о последствиях неуплаты налога физическими лицами и способах ее урегулирования. Задолженность по имущественным налогам физических лиц в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 23 по Свердловской области в 2019 году снизилась на 23 миллиона рублей или на 21%. Этого удалось достичь благодаря в том числе мерам принудительного взыскания. В настоящее время перед налоговыми органами стоит задача повысить уровень платежной дисциплины физических лиц путем побуждения граждан к добровольной уплате имущественных налогов. Для достижения этой цели налоговые органы активно проводят кампании по наибольшему охвату налогоплательщиков-должников в части информирования о последствиях имеющейся задолженности и способах ее урегулирования. В рамках проводимых мероприятий налоговые органы успешно сотрудничают в том числе со службой судебных приставов, с муниципальными образованиями, а также с работодателями. Для повышения эффективности взыскания задолженности физических лиц налоговым законодательством предусмотрены различные способы взыскания. К примеру, через службу судебных приставов производится следующее мероприятие. Наложение ареста на денежные средства на счетах в банке, проведение рейдовых мероприятий совместно со службой судебных приставов, в результате которых производится арест имущества должника, а также его изъятие и дальнейшая реализация, в том числе транспортные средства. Также служба судебных приставов может производить временное ограничение на выезд должника за пределы Российской Федерации. Списание денежных средств и заработной платы должника путем направления исполнительных документов работодателю. Необходимо помнить, что при применении мер принудительного взыскания должники несут дополнительные затраты. Кроме суммы уплаты налога, необходимо уплатить сумму исчисленной пени, а также сумму государственной пошлины при обращении налогового органа в суд и исполнительский сбор в службу судебных приставов. Важной составляющей работы налоговых органов по увеличению поступлений в бюджет являются совместные рейды со службы судебных приставов с целью взыскания задолженности с физических лиц. Во время рейдовых мероприятий со службы судебных приставов активно используется новое оборудование, программный комплекс, мобильный розыск. Система позволяет устанавливать наличие задолженности по уплате налогов, штрафов ГИБДД, алиментов, сканируя государственный регистрационный знак транспортного средства. С начала текущего года налоговыми инспекторами совместно со службой судебных приставов проведено 76 рейдовых мероприятий, в результате которых произведены аресты имущества должников. В результате принятых мер в бюджет поступило 1,5 млн. рублей. Хотелось бы предупредить, что при наличии задолженности выезд за пределы Российской Федерации будет ограничен. Во избежание указанных неудобств, неплательщикам имущественных налогов необходимо своевременно уплачивать налоги в добровольном порядке. Узнать, есть ли у вас задолженность по уплате налогов, а также посмотреть суммы исчисленных налогов, произвести уплату налогов, можно на сайте Федеральной налоговой службы www.3wnalog.ru, а также на портале госуслуг.ru. Межрайонная ФНС России номер 23 по Свердловской области призывает граждан к соблюдению налогового законодательства. На этом наша сегодняшняя встреча подошла к концу. До свидания.